Доброго времени суток, дамы и господа, с вами прио, и сегодня мы рассмотрим лайфхаки и нюансы такого интересного подземелья, как квартал звезд. Квартал звезд целиком и полностью зависит от нашего состава группы, и чем разнообразнее наш сетап, тем разнообразнее можно придумать прохождение этого подземелья. Но самый первый нюанс, самый первый лайфхак ждет нас после запуска ключа. Фонарь Лилет. С целью того, чтобы попасть к мопцам, чтобы приплыть вообще к самому этому подземелью, нужно проплыть на лодочке. Но, если мы не юзаем фонарь и прыгаем к тому человеку на мамонта, который юзнул фонарик, мы окажемся в воде, и использовав какой-нибудь льдистый путь, можем спокойно бежать на своем маунте. Это реально замечательно и превосходно, таким образом можно сэкономить секундочек 10, так как наш маунт быстрее, чем лодочка, которая плывет по своему скрипту, и к тому же она плывет не туда, куда нам хотелось бы, а сами мы бежим так, как хотим. Вторая особенность этого подземелья – часовые. Часовые, особые мобы, которые будут идти к фонарям. Эти фонари нужно деактивировать, то есть использовать, а часовых нужно убивать до того момента, как они придут к этим фонарям. Далее рассмотрим пул с големом-стражем. Голем-страж – моб, механизм, который использует каст «Зарядная станция». «Зарядная станция» – это баф, который вешается в голема, и зарядная станция хилит рядом находящихся мопцов. Собственно, ее можно кикнуть, либо просто-напросто голема-стража можно спулить по соло-таргету. Сфера есть? Монопарду убьем и замутишь свою фишечку. Интересный лайфхак. Если зайти внутрь домика, где стоит часовой, то там может быть сфера. В каком-то прохождении она имеется, в каком-то прохождении она может просто не заспавниться. Это особенность портала звезд. Какие-то бафы имеются, а какие-то нет. Эту сферу могут использовать инженеры, гоблины и гномы. Что она делает? Она полностью выключает големов-стражей. Они становятся нейтральными, они сидят в перманентном стане, собственно, они ничего не кастуют. За них также даются проценты. Убивать их или нет – выбор за вами. Вот смотрите вы сейчас на паладина и думаете, зачем он убежал вообще, мог же спокойно стоять и бить мобов. Паладин является алхимиком. И перед первым боссом, перед его пулом, можно использовать колбу. Использовав эту колбу алхимиком или разбойником, она становится отравленной. В тот момент, когда босс на 25% хп приходит выпить эту колбу, он мгновенно умирает. Поэтому наличие алхимика или разбойника в группе является довольно-таки ценным, особенно на тиранике. Что и требовалось доказать, босс легок в своем убийстве, и на 25% он захотел попить настой священной ночи. Но настой отравлен, какая жалость, и он умирает. И в тот момент, когда он уже идет пить этот настой, мы уже можем идти дальше и уже можем пулить голема-стража. Увы, он один стоит, можно, конечно, подпулить к нему трэш, но выбор за вами. Пошли, побежали? Все-таки против. Давай там пяткин, рык. Съебись. Вторая часть подземелья не менее интересная. В тот момент, когда мы уже пробежали абсолютно все лесенки, спустились с них, нас ждут бафы. Потенциал каждого класса и каждой профессии раскрывается по-своему. Кто-то бафает крит, кто-то призывает дополнительных мобов с целью того, чтобы быстрее их отцепить от следующего босса, но обо всем по порядку. Начинаем бафаться. Сфера Скверны дает повышение шанса критического удара на 10%. Эту сферу могут использовать охотники на демонов и чернокнижники. А также с обновления 7.2 ее могут очистить жрецы и паладины. Один из четырех классов желателен при прохождении этого подземелья. 10% крита неплохо довольно-таки. Я сейчас пошел за этим добром. Давай-давай. Так, давайте двух хлопнем. Все внимание на миникарту. Отвар и Звездные Розы. Именно о нем шла сейчас речь. Рыцари Смерти и Монахи могут использовать этот отвар, чтобы вся группа получила баф. Отвар и Звездные Розы придает нам сил, восстанавливая 3% здоровья и 2% маны раз в 3 секунды. Минорный баф, но... Почему бы его и не юзнуть, если он имеется? Я, короче, юзаю товары и спульну вместе с бобенкой. При использовании первого предмета, я думаю, пора рассказать о втором боссе этого подземелья, Таликса Пламя Гнева. Механика босса строится на том, что демоны, находящиеся рядом с ней, имеют ауру, которые повышают максимальный запас здоровья и наносимый урон на 100% за каждого демона, особенного, находящегося рядом. Таких демонов всего 3, и мы должны их выпулить от босса. Босс пулится по соло-таргету. С целью того, чтобы вытянуть демонов от босса, мы используем различные предметы, которые разбросаны по кварталу Звезд, которые прокают в случайном порядке. Также мы убиваем девочек, если мы, например, не можем использовать эти предметы. Довольно-таки хороший пул с девочкой и с демоном, но нам приходится отыгрывать немножко больше механик. У девочки, которая при смерти призывает демона, имеется ауешка, которую нужно лосать. Следите за костами. Как вы уже могли заметить, абсолютно все предметы, которые можно использовать, подсвечены белым контуром. Инфернальный фолиант, следующий предмет, который мы будем использовать. Его могут использовать жрецы, паладины, а также охотники на демонов, начиная с обновления 7-2. Инфернальный фолиант уменьшает получаемый демодж на 10%. Это довольно-таки хороший баф, особенно на ласте, особенно на тиранике. У босса нет демонов, босс чист, мы можем его пулить, ведь босс никак не забафан. Встаем в кучку, убиваем бесов, которые появляются из луж огня, которые спавнятся под нами. Взбиваем косты массово этим демонам, этим бесам. Даем станы, даем фиры массовые. Почему бы и нет? Любой элемент контроля подойдет. И при этом не забываем кикать каст боссу, потому что ловить дебаф от босса не очень-то хочется. Убив легкого босса, мы говорим с Ночнорожденным, принимаем облик Ночнорожденного и заходим внутрь в крепость с целью найти шпиона. Но, знаете, мы не особо рассмотрели эту часть подземелья. Я хочу обратиться к видосикам другим. Обратиться к другим прохождениям этого подземелья с целью того, чтобы показать абсолютно все объекты и абсолютно все бонусы, а также рассказать о них. Закуски Ночной Тени. Их могут использовать пандорены, их могут использовать травники, а также кулинары с максимальным навыком на тот момент, когда был актуален регион. Какой навык нужен будет сейчас? Вопрос действительно хороший. Эти закуски повышают максимальный запас здоровья на 25%. Очень сильный баф, но использовать его на взрывном – спорная ситуация. Промокший свиток, находящийся слева, могут использовать шаманы, а также игроки, обладающие профессией снятия шкур и начертания. Промокший свиток вешает баф «Текущая вода» и наша скорость передвижения повышается на 30 или 35%. Магический светильник, который, я думаю, и так прекрасно видно без стрелочек, увеличивает наш дэмэдж на 10%. Абсолютно весь дэмэдж. И его могут использовать маги, наложители чар, эльфы крови, а также ночные эльфы. Теневой цветок, одиноко стоящий, который находится перед нами. Его могут использовать друиды, а также игроки с профессией травничества. Он дает баф «Теневые споры», который повышает скорость на 10% для всей группы. Раненый ночнорожденный может быть исцелен каким-нибудь хилом или партняжником. При исцелении ночнорожденного придается демон. Статуя ночнорожденного может быть разрушена игроком с ювелирным делом, либо игроком с профессией горное дело. При разрушении статуи к нам приходит демон от Таликсы. Взаимодействие с ловушкой – самый любимый процесс мой в этом подземелье. Мы убиваем карательницу, и, как мы знаем, при убийстве карательницы к нам приходит демон. Ждем появления демона. В тот момент, когда он подходит к уже убитой карательнице по своей механике, мы агрим его на себя. Мы используем ловушку в этот момент. Ловушка раскрывается, и демон умирает. А за счет раскрытия ловушки к нам приходит еще один демон. И в тот момент, когда демон заходит уже в открытую ловушку, то ловушка закрывается. Таким образом, мы убиваем двух демонов одной ловушкой. Это ли не счастье? Я считаю, это счастье. Ловушка, иначе говоря, выброшенный хлам, доступный для охотников и для персонажей с навыком «Кузнечное дело». После убийства второго босса, когда нас превратили в ночнорожденных, а иначе нас не пустят во дворец, наша задача найти шпиона. Шпион является демоном. Чтобы легко найти этого шпиона, мы можем поговорить со всеми пятью нашими помощниками, информаторами. Охотник на демонов нажимает свой взгляд, который позволяет видеть демонов, а также всех инвизоров. И этот шпион будет подсвечен. Это легкий способ поиска шпиона. Также мы можем пойти по сложному пути, например, если у нас нету охотника на демонов. Нам нужно поговорить со всеми пятью мобчиками и по различным характерным чертам найти этого шпиона. Считаю, способ вздыха намного быстрее и намного проще. Когда мы нашли шпиона, он говорит нам «Пойдем, выйдем». Идет на ближайший балкончик и трансформируется в демона. Демон делает клиф перед собой. Ничего такого опасного не представляет из себя. Уклоняемся, убиваем. И после этого на месте убитого демона появляются ключи. Эти ключи нужно взять, чтобы открыть комнату к ласту. На лоу хп один из игроков уже может идти к ласту и уже начать открывать двери после того, как другая группа возьмет ключики с убитого демона. Таким образом, мы сэкономим секунд 15 на этих перебежках и на открытии двери. Советник Миландер и Элисандо очень любят пообщаться. После диалога активируется босс и мы готовы его убивать. У босса имеется интересная механика для ранжей, а именно буйство клинков. Это чардж, и на месте этого чарджа остается копия. Также из этого рывка нужно выйти, иначе повешается неприятный тикающий дот. Копии, которые остаются, повторяют заклинания босса, а именно линии и ауешки, которые он крутит и которые хорошенько бьют по группе. Желательно, конечно, сбегаться вместе в тот момент, когда он ауешет, но, возможно, РДТ не успеет выйти после всех этих просейвов, и в итоге чардж забайтится в центр, в милизону, все будут с тикающим дотом, что будет довольно-таки неприятно. Босс очень специфичный и есть очень много тактик по его убийству, но изучите текущую, думаю, она неплоха. Помимо обычных его рывков, помимо линий, ауешек, которые он накручивает, в платформе будут вихри, от которых нужно отходить, иначе, попав в этот вихрь, вы поймаете оглушение на несколько секунд, но это может быть критично. И я вас поздравляю, теперь вы полностью готовы к прохождению этого замечательного, интересного и немножко рандомного подземелья квартала звезд. Также в описании я закину парочку интересных прохождений, выскоуровневых, думаю, они будут вам интересны. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, до скорого!